Добрый вечер. Новости на Первом Молдове. С вами Надежда Вербицкая. Коротко о главных темах этого дня. Новая партия вакцин прибудет в Молдову до конца месяца. Власти готовятся в апреле приступить к вакцинации пожилых, хронически больных и представителей сферы обороны и образования. Не в силах отказаться. Очередное невыполнение обещания. Судьба резиденции президента в Кондрице остается неизменной. Бьет без оглядки на возраст и чины. Порой из-под тяжка. Хотя я не чувствовал болезнь, но рентген показал двухстороннюю пневмонию. Из первых уст бывший председатель Конституционного суда о своем опыте встречи с COVID-19. Эту среду можно назвать черной. 33 жизни унес сегодня коронавирус 68. Человек дышит только с помощью аппаратов. Почти 400 в очень тяжелом состоянии. В больницах уже давно нет мест. Койки с пациентами стоят в буфетах, процедурных и кабинетах врачей. Во всех лечебницах страны сейчас находится свыше 4000 больных. Между тем, только сегодня выявили 1753 новых случая. Проведено почти 5000 тестов. В больницу попадают только те, кому совсем плохо. И только если врачи могут кого-то выписать. Наибольшее число заражений по-прежнему регистрируется в Кишиневе. Здесь все еще действует красный код, но ограничительные меры не очень жесткие. А вот в ряде населенных пунктов, где отмечен всплеск заболеваемости, власти решили загрутить гайки. Изменения коснулись нескольких сел Окницкого, Чемишлийского и Дрокиевского районов, где из-за ухудшения обстановки властям пришлось прибегнуть к новым запретам, в том числе комендантскому часу. А вечером схожие меры по решению местных властей введены по всему Ханчешскому району. С начала пандемии в Чемишлийском районе зарегистрировали более 2500 случаев COVID-19. 73 из них с летальным исходом. Число заразившихся стало резко расти в этом месяце. Только за первые 8 дней с начала марта в районе выявили 121 заболевшего. Новые ограничения коснулись сел Топала и Ченак, где ситуация наиболее критическая. Ситуация есть алармантная. Мы спорим куда-то. Алармантная. Швейн с Атол Топала, швейн с Атол Ченак. Но не была инсталлата карантина легальная. Она была только в распределении мероприятий в частной локалитете. Интерзессы церемоний или тотал, интерзессы манифестаций, интерзессы на многих аспектов. Таким образом, согласно решению территориальной комиссии по здравоохранению, сегодня под запретом любые массовые мероприятия семейного, культурного и спортивного характера. Медицинская помощь предоставляется только в самых срочных случаях. А от необязательных выходов из дома граждан попросили воздержаться. Чтобы улучшить эпидемобстановку, новые ограничительные меры применили и в Дрокиевском районе. Теперь в городе Дрокиев и пяти селах Пеллиния, Мичурин, Цареград, Китросу и Шурь запрещено собираться группами более трех человек, за исключением членов семьи. А также находиться в общественных местах с 10 вечера до 7 утра. Проверять будут и юридических лиц. Осуществлять проверки будут три группы, состоящие из сотрудников патрульной инспекции. Нац. Агентства по безопасности пищевых продуктов, общественного здравоохранения и местной публичной администрации. В Окнецком районе, где в начале марта из-за вспышки коронавируса ограничения были введены в пяти селах, красной зоной объявлено уже 14. Во всех трех районах ограничения продлятся 14 дней. Местные власти называют эти меры вынужденными. В настоящее время под наблюдением врачей находятся 153 пациента из Чемишлии и 261 в Окнеце. Напомним, в конце прошлого месяца, согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, с 1 по 15 марта все начальные гимназические, лицейские, профессионально-технические и высшие учебные заведения перешли на онлайн-обучение. Позже их заменили на каникулы. Также по всей стране запрещается деятельность театрально-концертных учреждений и домов культуры с присутствием зрителей. Вот уже который день в сортировочном центре на Молдэкспо. Кареты скорой помощи выстраиваются в очередь, хвост которой порой выступает далеко за территорию. Бригады фельдшеров и пациенты могут ждать осмотра в приемном покое часами, а врачи учреждения сбиваются с ног, чтобы успеть осмотреть каждого из них. С начала февраля центр «Ковид» работает на полную мощность. Персонал сбился с ног. Но и бригадам скорой помощи не легче. Вызовы один за другим нон-стоп, без оглядки на время суток. Не остается времени даже на короткую передышку. О полноценном отдыхе они давно забыли. Мы резистим, ничего не делаем. Не есть никакой пасы вверх. Мерзем вверх. К очередям команды неотложек привыкли. Говорят, уже не помнят, когда в последний раз подъезжали сразу к входу. Бывает, что выстраивается очередь из десятков машин. В этом случае у кого пациент в более-менее стабильном состоянии приходится уступать место тем у кого на руках совсем тяжелый. Ждать всегда непросто, и не только больным. Члены бригады скорой помощи все это время облачены в защитные костюмы. Не могут ни свежего воздуха вдохнуть, ни воды выпить, пока не передадут пациента докторам COVID-центра. А после их ждет новый вызов. Три часа, аж эхипации, как это тяжело? Что делают медики в этот час? Это очень тяжело. Транспирим, после этого дезинфектим. Транспирим, после этого дезинфектим. Но мы идем дальше, резистим. В рекреере, после того, как мы даем пациенту, в руках медики, мы дезинфектим машину, забракаем костюмы, 20 минут и мы стоим за эффектом дезинфекта. Михаил Вьеру говорит, что вызовов могло бы быть меньше, если бы семейные врачи боялись что-то упустить в состоянии пациента. При разговоре по телефону не рекомендовали бы больным вызывать скорую. Медики и фамилии присутствуют пациентам, что медики и фамилии чувствуют больным вызвавом. Несмотря на сложные ситуации, фельдшеры все-таки люди, заряженные определенной долей оптимизма. Говорят, надежда умирает последней. В центре ковид на Молдэкспо в трех павильонах разместили 400 коек для зараженных. Больные сдают здесь тесты и ожидают результатов. Если тест положительный, то в зависимости от состояния больного могут отправить на лечение домой, в другую больницу или госпитализировать тут же. Бывший председатель Конституционного суда Виктор Пушкаш, один из тех, кто оказался в реанимации из-за коронавируса, вспоминая пережитое, говорит, что в пик болезни ему казалось, что находится в аду. По словам бывшего судьи, коварность вируса в его случае проявилась во всей красе. Хотя вначале не было никаких симптомов. На тестировании настояли врачи. Виктор Пушкаш – один из самых известных в Молдове специалистов по конституционному праву. Пережил коронавирус тяжело, но стойко. Он входит в две группы риска – по возрасту 78 лет и по хроническим болезням. На протяжении жизни у него был и туберкулез, и неоднократно пневмония. Мужчина говорит, когда заразился коронавирусом, не было никаких симптомов. Но врачи все равно настояли на тесте, потому что у супруги Виктора Пушкаш подтвердилось инфицирование. Те признаки, которые говорят с экрана телевизора 10 раз в день или больше, у меня их не было. Температуры не было, кашля не было. Не было другие признаки, которые нас предупреждают. Хотя я не чувствовал болезнь, но рентген показал двухстороннюю пневмонию. Болезнь показала себя позже. Виктор Пушкаш говорит, что ему повезло, что лечение начали вовремя. Я начал чувствовать, что я болею. Это уже на пятый день, когда врач, очень опытный врач оказался, и забрали меня в реанимацию. Я вам скажу, что кто не верит, не дай Господи Бог, я пять или шесть ночей, мне казалось, что я нахожусь в аду. Бывший судья говорит, что выздоровел только потому, что во всем полагался на врачей. Слушался беспрекословно. Сейчас Виктор Пушкаш вместе с супругой проходит курс реабилитации. Слабость была такой, что пришлось уволиться с любимой работы. До начала марта он был заведующим кафедрой публичного права в Европейском институте Молдовы. Очень сложный период восстановления. Не только у меня, но многие говорят. Значит, очень большие слабости. Я только вчера оставил палку, которой я упирался. Но принимаем лечение. Речь идет о восстановлении легких. Но полностью отходить от дел Виктор Пушкаш не собирается. Он продолжает писать книги по праву и вскоре планирует провести презентацию новой работы. 300 кислородных концентраторов, 600 пульсоксиметров и 5 аппаратов ИВЛ на общую сумму в 685 тысяч евро предоставили Молдове в качестве помощи Евросоюз и Всемирная организация здравоохранения. Оборудование, которое может спасти немало жизней, в срочном порядке распределяют по больницам страны. Их там давно ждут. Число тяжело больных коронавирусом растет буквально по часам. Число тяжелости Сутимом, по-моему, очень много случаев. Очень, очень, очень. Это рекорд comparатив с зелиылые предыдущие. 72 педащи съемки. Это очень огромный педащи. 360 педащи в состоянии граба. Вреди концентрации принадлены у 확인а сегодня, что сегодня сегодня, в-возеutoхи и цихи. Они будут очень хорошие поддержки для медицины, но это очень важно для пациентов, которые участвуют в эти институты. Глава временного правительства попросил депутатов издать нормативный акт, который позволит к обмину в обход стандартных процедур начать прямые переговоры с производителями вакцин, чтобы ускорить процесс их закупки. Вопрос решался на заседании Постоянного бюро парламента, в котором помимо в РИО правительства и депутатов приняли участие министры профильных ведомств. На заседании Постоянного бюро парламента представителей правительства пригласила накануне спикер Зинаида Гречаной. Министры ответили на вопросы депутатов, а от текущей ситуации рассказали, что заразившимся на работе медработникам по-прежнему исправно выплачивается компенсация в 16 тысяч леев, а семьям умерших по 100 тысяч леев. Аурелию Чукой попросил законотворцев помочь ускорить процесс закупки вакцин, издав ввиду чрезвычайной ситуации специальный закон. Участники Постоянного бюро заверили в своей всесторонней поддержке. Документ позволит отступить от прописанных в законе о госзакупках процедур, таким образом, чтобы спасительная сыворотка оказалась в стране намного быстрее. Аурелию Чукой отметил, что финансовые источники для приобретения нужного для иммунизации населения количества доз есть. Об этом же накануне в рамках телепередачи на одном из частных каналов говорил и председатель ПСРМ Игорь Дадон. По словам бывшего президента, источники можно найти в резервном фонде и в соглашениях, подписанных правительством КИКУ. Денег должно хватить на покупку миллиона доз вакцин. Калия, которая более простая, это Донасия, ажутор умунитар. Вскор, в октябре, очень много, что в период Апроприида, в Адрации Русской Федерации. А вторая калия, это охизиция для штата. Здесь мы имеем 137 миллионов рублей, уже для пристадки, которые должны быть в следующем году. В результате, уже в результате, были созданы, которые были, для этого, аукцины. Игарь Дадон уточнил, что эту проблему предвидела правительство КИКу, для чего были подписаны несколько соглашений. Напоминаем, что в Молдове для иммунизации населения разрешили использовать 10 наименований вакцин. Лидер ПСРМ заявил, что государство должно обеспечить доступ граждан ко всем зарегистрированным препаратам, чтобы люди могли самостоятельно выбрать, какую прививку ставить. В конце апреля может стартовать второй этап вакцинации против COVID-19. Это обещают координаторы компании иммунизации, которые ожидают, что к тому времени в Молдову поступит более 100 тысяч доз вакцины. Это позволит привить всех медработников, после чего можно будет перейти к другим категориям населения. В конце апреля имеют 72 тысяч дозы AstraZeneca, и в начале марта, в начале марта, в начале марта, мы примем 24 тысяч дозы Pfizer. И, если мы начнем, мы, практически, нам позволяем перейти до фаза 1 до фаза 2, вакцинации, где будут учиться в компании вакцинации, персоанели с варста маленькой 60 лет, персоанели с коморбидойтой, персоанели которые активизуют в обеспечении обучения инвестируя, оборачивания и так далее. Мы видим несколько лотов, которые будут transmиси в начале марта, и в начале марта, и в начале марта, и в начале марта. До сих пор по медучреждениям страны распределили 18 тысяч доз вакцины, привиты работники реанимации, а с 9 марта началась вакцинация врачей других отделений с повышенным риском заражения. В общей сложности сыворотку получили более 7300 сотрудников системы здравоохранения. Это примерно 0,2% населения. В ходе вакцинации было зарегистрировано несколько побочных эффектов, но о серьезных случаях не сообщалось. В totalне все же были регистрации в системе электронных системыンダного вакцинации обödвижения. Каждый вакцинированный регистрируется в онлайн-реестре. Эти данные необходимы для выдачи свидетельства об иммунизации. Врачи призывают население помочь им в борьбе с вирусом, вводя вакцину. И призывают делать прививку даже тех, кто уже переболел. В этом случае им понадобится только одна доза. Компания вакцинации против COVID-19 стартовала в нашей стране 2 марта. Досрочные парламентские выборы могут пройти в этом году, но их ценой не должны стать человеческие жизни, заявил пятый президент страны. По словам Игоря Дадона, сейчас политические силы в стране должны выступить единым фронтом для борьбы с пандемией. И только после этого могут начать думать о собственных электоральных интересах. Люди идею поддерживают уже многим. Им понятно, что без вакцинации пандемия не отступит, а досрочные выборы – это и лишняя трата денег, и риск спровоцировать новый всплеск заражений. Игорь Дадона, вакцинации «Вакцина» Игорь Дадона, вакцинации «Вакцина» Игорь Дадона, вакцинации «Вакцина» Игорь Дадона, вакцинации «Вакцина» Игорь Дадона, вакцина «Вакцина» Игорь Дадона, вакцинации «Вакцина» Игорь Дадона, вакцинации «Вакцина» Игорь Дадона, вакцинации «Вакцина» Игорь Дадона считает, в противном случае разговоры об организации досрочных выборов являются доказательством политического эгоизма. Игорь Дадона, вакцинации «Вакцина» 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 Тем не менее, председатель ПСРМ отметил, что если Анастасий все же будет выдвинут на пост премьера, ему нужно будет представить программу и команду и обсудить это с парламентскими фракциями. В то же время Игорь Дадон отверг выдвинутые его оппонентами гипотезы, по которым он готовится занять кресло депутата, выдвинув свою кандидатуру по одному из избирательных округов. Игорь Дадон еще раз подчеркнул, что ПСРМ не отказывается от идеи досрочных выборов. Но их надо проводить только после того, как пандемия будет взята под контроль, и в стране стабилизируется финансовая ситуация. Минимум на один год вилла в Кондрице останется президентской резиденцией. Об этом заявил генсек аппарата главы государства Андрей Спына, добавив, что Майя Санду нравится гулять по прилегающему саду. И ведь и полугода не прошло с тех пор, как в борьбе за президентское кресло она обещала не использовать этот объект. Игорь Дадон, я говорю, что я не использую их и не использую банили в страну. Однако тратится пришлось. Генсек администрации президента утверждает, что в феврале на содержание виллы было выделено 125 тысяч леев. В этот момент Майя Санду не ночевала в резиденции, но приезжала прогуляться. Случайно или нет, но с приезда Майя Санду, Кондрицу окружили вооруженные люди. По их словам, их отправили охранять периметр на время приезда главы государства. Хотя охрану можно объяснить и тем, что пока команда Майя Санду решает, что делать с президентским коттеджем, глава государства может спокойно и, главное, безопасно целый год гулять по парку резиденции. Андрей Спына утверждает, что поступило много просьб перепрофилировать здание. Среди самых популярных обустроят здесь центры для жертв домашнего насилия или приют для бездомных, либо центр организации фестивалей, концертов и парадов. При этом жителями Кондрицы никто не советуется. Майя Санду спасает, ее, сэмбля, сэфэрэм, сэссара гардурилю. Я 100% дают измирать в саду, а изминапа, а изминапа, а изминапа, а изминапа, да, изминапа, мизиря. Сэмпан, где се лекаю у омени, а изминапа у tuberкулеоза. Ла Вороничин не спарикэ. Ша де дежаба. Экакула спаат. Глава резиденции в Кондрице Анатолий Крычун говорит, что после прихода нового президента последовали увольнения. Из 28 сотрудников почти половина потеряла работу. Хорошие дороги в Бельцах существуют только на бумаге. Лидер территориальной организации партии ПАЧА Нелу Страчук снял на видео улицы Северной столицы. После чего привез специальный подарок мэру города Ринату Усатому. Работу начали и бросили. Подчиненные мэра Усатого даже не потрудились закрыть канализационные люки. Чтобы привлечь внимание мэра Бельц, Нелу Страчук принес Ринату Усатому необычный подарок. Кусатый ранее заявлял, что мэрия Бельц работает прозрачно, а в инфраструктуру города вкладывают крупные инвестиции. Весна никак не вступит в свои права. В Молдове ждут снегопады. Синоптики предупредили, что в последующие дни похолодает. Днем температура воздуха будет колебаться от 3 до 9 градусов, а ночью упадет до минус 7. Пройдут дожди, переходящие в снег. Потеплеет только в воскресенье, когда термометры покажут до 10 градусов тепла. На данный момент граждане страны приобрели почти 5,5 тысяч единиц жилья в рамках программы «Примакасса». Среди участников в основном молодежь, которая предпочитает обзаводиться квартирами в городах. Общая сумма выданных банками кредитов составляет почти 3 миллиарда леев, а сумма госгарантий более 1 миллиарда. Из участников программы почти 4 тысячи – это семьи, а 1694 – неженатые молодые люди. Средний возраст бенефициаров – 31 год. При этом 964 человека получают компенсации из госбюджета в рамках программы «Примакасса-2». 2337 человек в рамках программы «Примакасса-3». 752 – «Примакасса-4» и 15 человек – «Примакасса-5». Средняя стоимость жилья, приобретенного благодаря проекту, составляет более 603 тысяч леев. По большей части покупают его в городах – более 5 тысяч, остальное – в селах. 4996 – это квартиры, 466 – индивидуальные дома. Отметим, что участником госпрограммы «Примакасса» может стать любой гражданин Молдовы в возрасте от 18 до 50 лет. Официально трудоустроенный. Доля первоначального взноса составляет 5% от цены жилья. На сегодня это все. Со свежими новостями «Первые в Молдове» вернется завтра. Мы просим вас относиться внимательнее к своему здоровью и здоровью окружающих. Носите защитные маски в людных местах, соблюдайте социальную дистанцию. По возможности выходите из дома только по мере необходимости. Будьте здоровы и до завтра. Субтитры подогнал «Симон»